Молитва и Печистя, Матерь, всех святых твоих. Аминь. Молитва и Печистя, Матерь, всех святых помилуй и спаси от нас, яко благо человека любит. Молитва и Печистя, Матерь, всех святых мучениц Минадоры, Митрадоры и Нимфадоры. Вот их краткое житие. Жили, это происходило в 305-311 годах примерно. Были родными сестрами. Происходили из Ефани в Малайзии и пострадали при Мактемиане в Галерии. Будучи особо благочестивыми христианками, сестры пожелали сохранить девственность. Они постелились вдали от людей и проводили свою жизнь в подвигах поста и молитвы. Слава бы их святой жизни распространилась вскоре по всей Ефинии, так как по молитвам святых дев стали совершаться исцеления больных, которые к ним во множестве приводили. В Ефинской области управлял в то время правитель Фронтон, который приказал сквозить сестер и привезти к нему. Сначала он пытался убедить их отречься от Христа, обещая большие почести и награды. Но святые сестры твердо и мужественно исповедовали пред ним свою веру, решительно отведу все предложения правителя. Придя в ярость, правитель обрушил свой гнев на старшую из них святую Минадору. Удалив младших сестер, он приказал раздеть святую и избивать. Святая мужественно переносила длительные муки и, наконец, почувствовав близкую смерть, воскрикнула «Господи Иисусе Христе, веселье сердца моего, надежда моя, прими с миром душу мою!» И с этими словами предала свой дух Богу. Через четыре дня привели на суд младших сестер Митродору и Имфодору. Перед ними положили для устрашения израненное тело святой Минадоры. Девицы плакали о старшей сестре, но были также непреклонны, как и она. На все уговоры отречься от веры во Христа, они отвечали неизменным отказом и стремились скоро принять мученицкую смерть за Христа Бога, подобной святой Минадоре. Сначала стали истязать святую Митродору. Во время пыток она молилась о Богу, призывала на помощь возлюбленного ей и жениха Господа Иисуса и скончалась в страданиях. Затем подвели третью сестру, святую Нимфодору. Перед ней лежали тела замученных старших сестер. И Фронтон надеялся, что это жестокое зрелище устрашит юную девушку. Делая вид, что он сожалеет о ее молодости, Фронтон стал убеждать ее поклониться языческим богам. Но святая Нимфодора не обращала внимания на его речь. Тогда мучитель отдал приказ до смерти избить святую деву железными прутьями. Тело святых мучениц хотели сжечь на костре, но сильный дождь угасил разведенный огонь, а молния опалила Фронтона и его слуг. Христиане погребли тела мучениц с почестью около так называемых теплых вод в Пифио, в Вифине. Часть мощей святых мучениц хранится на Афоне, в Покровском соборе русского потериума монастыря, а рука святого Нимфодора находится там же, в монастыре Пантократа. Вот краткое житие святых мучениц. Их молитвами, да и в нас Господь укрепит веру. Храни всех Господь. Храни всех Господь.